Привет, YouTube, с вами Фростик, и сейчас речь пойдет про Windows 10. По факту этот ролик для лайв-канала, но нужно, чтобы это послушали, посмотрели. Как можно больше народу, поэтому я залью это видео на основной канал. А вы, в свою очередь, делитесь им в социалочках, рассказывайте друзьям и родным. Это будет полезная информация. В конце июля прошлого года вышла Windows 10 Insider Preview. Все желающие могли заполнить анкету и поучаствовать как бета-тестер или разработчик в этой программе. То есть вы полностью лицензионную Windows получали абсолютно бесплатно. Правда, насколько я помню, отправляли ключи не всем, но я попал в список тех, кому повезло, и мне прислали инвайд. С тех пор я до сих пор сижу на этой самой Windows 10 Insider Preview, получил лицензию бесплатно, но есть подводные камни. Достаточно много настрадался, но об этом чуть позже. Подразумевалось то, что Windows 10 на протяжении этой программы будет работать только у разработчиков и у тестеров. То есть сейчас активно у всех всплывает уведомление о том, какие баги у вас случились, довольны ли вы Windows и так далее. То есть готовиться к нормальному релизу, чтобы Windows 10 вышло в массы. Но, как оно бывает, в Microsoft работают наивные дети, пересобрали огромное количество репаков, производители идут в ногу со временем и тоже все свои устройства обновили на Windows 10. В результате чего Windows 10, так же как и 8, и 8.1, очень сильно пострадало из-за того, что было очень много багов, очень много проблем с совместимостью, с программами, с железом и так далее. Например, недавно Samsung признали, что на протяжении 12 месяцев получали просто нереальное количество жалоб о том, что у пользователей ноутбуков и вообще продукции Samsung что-то не работает, что-то отваливается при обновлении на 10, а Samsung с этим сделать ничего не могли. И в последнее время они просто советуют всем не обновляться до 10. А все почему? Правильно, потому что поторопились. Нету никаких драйверов совместимости со старым железом, например, а Windows 10 нацелена уже на более-менее современные компьютеры. На Windows 10 спустя год даже достаточно мало что оптимизировано из программ, что приводит к крашам, ошибкам и нестабильной работе. Однако, последнее обновление на Windows 7 приводит к тому, что вы не можете отказаться от обновления на 10, и ваш компьютер принудительно перезагружается и ставит вам назойливую, противную, баганую 10. Напрашивается вопрос, наху? Дабы не быть голословным, в интернете ходят цитаты того, что говорят в Samsung. Драйверы на нашем сайте несовместимы с последней версией Windows. Мы обычно рекомендуем нашим клиентам использовать текущую версию Windows, и мы уведомим вас, как только будут решены все проблемы с совместимостью Windows 10 с ноутбуками, стационарными компьютерами и даже мониторами. И это при том условии, что Samsung и Microsoft работают достаточно тесно вместе. Почему до сих пор не решили все эти проблемы, я объясню. Windows 10 построена совсем не так, как в предыдущей версии. Мы переходим к тому, что вам не нужно устанавливать драйверы из интернета, где-то что-то искать, узнавать модель вашего железа, id-устройства и так далее. Мы приходим к тому, что при установке Windows она сама смотрит ваше железо, сама ищет в интернете драйверы и устанавливает. В результате чего, при отсутствии поддержки старых устройств, то есть каких-то старых ноутбуков, старых мониторов, старых компьютеров, Windows не понимает, что ему нужно установить. Устанавливает, что попало и соответственно отваливается Wi-Fi, отваливаются видеокарты и так далее. Та же самая история была с Windows 8 и приключилась она со мной. Когда только-только вышла восьмерка, я купил ноутбук и решил обновиться. В результате чего я получил, что я получил? Проблема на свою задницу. У меня отвалилась дискретная видеокарта и где-то месяц я прожил на встроенной Intel HD 4000, насколько я помню. То есть я монтировал видео сквозь слезы, лаги и так далее. Играл на минималках, дабы все перегревалось и так далее. Я думал, что все, моему ноутбуку хана, несмотря на то, что он новый. Однако после того, как я вернулся на Windows 7, у меня все снова заработало. Спустя примерно полгода вышла Windows 8.1, на которую я тоже перешел сразу, как только она вышла. И благо там у меня все работало хорошо и она работала лучше, чем восьмерка, гораздо быстрее, гораздо лучше. Но осадок после восьмерки у всех остался и все думали, что и 8, и 8.1 фигня. То есть из-за этого очень много народу до сих пор сидят на семерке, якобы она лучше Windows. С этим можно поспорить, но и доля правды в их словах есть. В общем, подытожим, к чему это все сказано. Если у вас современный ноутбук, то есть вы его купили где-то максимум год назад. Если у вас современный компьютер из достаточно средних современных запчастей, то смело ставьте Windows 10. Она действительно хорошая. Да, она работает не так, как все предыдущие версии. Да, вы будете получать огромное количество обновлений. И да, говорят то, что через Windows 10 за нами следят. Это все чушь. Все в настройках отключается без проблем. Потратьте на это 15 минут и пользуйтесь последней Windows, которая работает гораздо лучше, чем все предыдущие. Это и скорость работы, это и автономность, это и красивый интерфейс, это и огромное количество настроек, в том числе персонализации. Серьезно, я уже больше года на ней. И несмотря на то, что я по инсайдерской программе получаю первые планеты всей обновления, которые зачастую бывают с багами, где что-то отваливается, перезагружается и так далее, я могу сказать, что на стабильных версиях все очень круто. Если вы владелец старого стационарного компьютера, или вы очень давно купили ноутбук, и у вас сейчас Windows 7 вам выносит мозги и просит обновиться, то ни в коем случае этого не делайте. Откатывайтесь назад, боритесь с этим, просто вот наотрез, переустанавливайте Windows в крайнем случае, но не обновляйтесь. Иначе снова будет осадок, как с Windows 8, потому что с вероятностью 80% у вас что-то да точно не будет работать. В принципе, на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Думаю, вы уже забыли о том, что нужно делиться этим видео. Все мои социалочки в описании под видео. До новых встреч. Пока-пока.